Впервые столько кандидатов и заявили желание стать руководителем медучреждения. Среди претендентов большинство действующие главные врачи. Четверо человек – руководители структурных подразделений областной детской больницы. Кандидаты на должность пожелали на время конкурса остаться анонимными. На самом деле очень интересно работать главным врачом. В том плане, что сегодня очень большая свобода управленческих действий. Просто невероятная свобода действий. И я ее на самом деле не ограничиваю. И очень много своих идей сегодня руководителя, если они у него есть, если он это хочет реализовать. Поэтому мне кажется сегодня как никогда быть драйвовым главным врачом. И вот этот управленческий драйв я бы хотела сегодня увидеть в наших кандидатах. Претенденты на должность рассказали за пять минут о своем видении на посту главного врача детской областной больницы. А также их попросили реально оценить свои силы. Будущему руководителю придется на себя взять заботы и о новой областной детской больнице, которую планируют открыть в 2023 году. Руководитель должен сразу же погрузиться и в лечебный процесс, и в управленческий процесс большой больницы, но и, конечно же, в окончание строительства новой больницы. И сейчас у нас такой очень сложный уже важный период приобретения оборудования. Все, что связано с дизайном, это уже, конечно, зависит от эксплуатации, от организации, которая там будет работать. Поэтому на этом этапе вовлечения главного врача в процесс подготовки новой больницы к открытию, он, конечно же, приобретает совсем другое значение, чем еще там полгода назад. И ближайшие недели будут вообще самыми важными. Ну а впереди все, что связано с набором персонала в новую больницу и вопросы лицензирования. Там, по большому счету, придется жить. Кто займет руководящий пост, решит конкурсная комиссия в ближайшее время. Напомним, Салим Чалаян покинул пост главного врача детской областной больницы 1 сентября. Он решил уйти на пенсию.